Снимаем лак сначала пилочкой, верхний слой, потом этим средством, покажи каким, и под фольгу таким. Тоненький слой ваты с этим. А что ты на вторую руку перчатку не надела? Потому что я тут могу только попасть спилить, и мне неудобно будет. Вот так вот, и сверху фольга. Можно, в принципе, спилить полностью пилочкой. Иногда так верхний слой снимаешь, и потом до конца доходишь, но это опасно. Можно случайно повредить. Там ботикулу задеваешь неудобно. Вот так вот спиливаем верхний, это топ спиливается, потому что топ, он не снимается средством этим, как он, ремовер, да, называется? Угу. Вот. Верхний слой спиливается, и потом ложится ватка, и сверху фольга. Минут двадцать, да, где-то? Ну, пока все ногти по очереди. Да, еще у нас есть такой, типа, как он называется? Фрезер. Фрезер, но это у нас на батарейках. Есть у нас электрический. Ну, слабенький, он не для маникюра точно. А это у нас от Эйвана, такой ему уже миллион лет. Ну, дочке нравится, да? Удобно. Ну, да, снимать, подчистить, затеки там иногда. Дальше покажу, когда уже будем снимать лак. Вот так вот это средство называется. Ну, разный фирм бывает. Ну, давай. А, покажи, чем ты будешь снимать. Палкой. Покажи, покажи, хорошо. Ну, не видно. Топорик вот такой вот. С этой стороны такой, с этой остой. Ну, вот этой лопаточкой снимается. Так, давай. Вот так снимаем. Вот. Ничего не поменялось вроде бы, но оно размягчилось. Вот так снимаем. Бывает такое, что даже лак отходит полностью сам, но это зависит от лака. Вот так вот оно хорошо. Это, Леночка, а ну посерединке пальцем ткни, чтоб оно сфокусировалось на камеру посерединке. О! Вот так вот оно сдирается. Там сдирается только материал. Ноготь не повреждается. Вот. Ну, этот не очень, да, размягчился. Ну, это зависит от лака. Да. И я не очень долго держала. Да, в этот раз мы быстро. Чем дольше держите, тем лучше размягчается. Другое, может, средство будет в следующий раз купить, которое быстрее размягчает. Ну, в общем, снимать не особо сложно, правда? Не сложно. И я сама снимаю. Ну, времени надо, но не сложно. Больше вот это заматывать и держать. Ну, и снимать, спиливать верхний слой. Сейчас я подпилю дальше. Вот. Краски отнести. Вот так вот снимается покрытие. Там база остается, да, старая? Ну, да, остается. Ну, бывает, что снимается с базы. Тогда полностью очищается. Смазка просто надо, да, это бессмысленно снимать базу. Ну, специально базу никто не снимает. Снимают только, если она уже зацепилась и сама снялась. Бывает так. База – это первый слой, который под лак наносится. Вот. И есть базы цветные, есть прозрачные. Вот если цветной лак наносите какой-то, то под него надо прозрачную базу. А вот такие есть базы, которые вот как эта розовая, не прозрачная. Вот так второй снимаю. Виталин, перестань прыгать. Так, ну, и так далее. Вот так вот выглядят ногти после снятия. И я нанесла еще вокруг кутикулы такое вот средство. Белорусское, очень классное. Ремовер, да, для кутикулы. Потом палочкой отодвину. Вот, вот так вот выглядят ногти. И сейчас будем снимать вот эту руку. Так, вот такие ногти получились. Тут у меня поломанный ноготь. Сейчас мы будем акриловой пудрой укреплять. Вот. Сделала маникюр себе необрезной кремом. Вот, а тут у меня краска под ногтем. Видите, вот частично снялась эта база. Так вот. Сейчас будем ремонтировать ноготь вот такой акриловой пудрой. Вот такая вот акриловая пудра. Вот и база, да. Вместе с базой. Наносится, сначала обезжиривается. Вот такое вот. Нет, вы не подумайте. Эти названия мне просто необходимы, чтобы продержаться в женском клипе. Вот такое средство для обезжиривания, снятия липкого слоя и дегидрации три в одном. И теперь, что мы наносим? А, это еще у нас этот, как он называется? Ультрабонд. Я его только сюда нанесу. Ультрабонд. Это для лучшей сцепки материала, да? Угу. Вот. Наносится ультрабонд. Покажи, какой он впереди. А, камильфо просто, да? Ага. Вот. Ну, можно его, в принципе, не использовать. Ну, я не знаю, не все решили обязательно. Я не вижу разницу. Ну, уже купили, так пользуемся. Так, теперь наносим вазу. Ваза Фокс. А что это такое вазу? Она тонкий слой, если не долго морочить не надо. Поверни вазу, не видно. Чего у тебя все отвернуто? Вот так вот называется. Это обычная косметика. Пожалка. Например, мне больше не нужно соперничать и доказывать свое превосходство и другие пары. Она жидкая просто. Ею можно будет помочь. В нашей школе я по умолчанию лидер. Учителя относятся ко мне достаточность бесконечности. Потом я тебе выровняю от той базы. Это все хорошо. И теперь наносим пудру. Думаю, они просто боятся, что сбегу в кадетский корпус. У меня очень много поклонниц. Вы просто не представляете, как много Валентина все еще нет девушки. Что место будешь наносить? На какую? На весь ногу. На весь ногу. На весь ногу. К тому же в школе могут возникнуть конфликты и беспорядки, если у меня появятся досадки. Ну, потом неровно будет ногу. Ей в первую очередь придется очень не сладко. Девочки на самом деле не настолько уж и слабый пол. И в гневе они реально страшны. Ну, короче, ремонтируем ногу. Вот так вот. Еще сейчас, да, будешь? Да, еще сверху. Еще сверху и потом сушим. Да? Они никогда не бросят своего друга в беде. А еще, представляете? Думаю, в будущем нет. Все сушим. А, зачем? Ну, нормально все. Да, я не хочу, чтобы те страдали. Зачем? Мы не страдали. Мы не страдали. Мы не страдали. Сушим ногти. Там, где база, видите, она светится. Нет, ни где больше нет. Сейчас сушим. Больше не будешь пудру делать? А куда еще? Ну, туда еще раз. Нет? Я давно учусь в этой школе. Так, наносим базу на все ногти. Вот такая база у нас прозрачная. Каучуковая, да, она называется? Да. Вот так вот. И сушим 30 секунд. Здесь уже на мизинчике база просушена. Раз. Два. Сушу 30 секунд. Все, дальше базу уже показывать не буду. Я тоже покажу цветное покрытие сверху. Это будем наносить. Так, наносим цвет. Такой цвет я выбрала, но он чуть-чуть, в принципе, нет, похож. Вот. Такое камильфо. И вот здесь номер. Типа пыльная роза, да? Да. Так, покрываем топом. Топ я выбрала вот такой с блестками. Может быть прозрачный. В основном прозрачный, но бывает и такой с блестками. На один палец сделали декор вот такими вот полосочками. Они что, разной ширины там или нет? Да. Да? Ааа. Я самый тоненький уже. Вот. Топ у нас вот такой вот. Это, кстати, дорогой топ. Света покупала. Вот. И на его сушить минуту надо в лампе. Долго, да? Ну, обычно лак 30. В чем смысл дорогого топа? Чтоб его так долго сушить? Я не знаю. Просто он хороший считается. Ну, у Света ни одного скола. Уже сколько-то два месяца. Он красивый очень. Он такой мелкий-мелкий блестки. Мне нравятся же серебряные блестки. Нравится? Да. Ну, это серебряный. Вот так вот. Все. Наносим топ. Сушим в лампе. И заканчиваем. У нас сейчас уже пол первой ночи. Потом вам покажу окончательный результат. Все. Вот такой маникюр у меня новый, свеженький. И теперь мы протираем против липкого слоя. Хотя бывает топ и без липкого слоя. А, он тут, по-моему, без липкого. Вероника, больше на мочи. Да, он без липкого. Совсем. Опять вот этой же жидкостью. У нас уже она заканчивается. Я же не хочу, чтобы тебе на кутикула она попадала. А у меня не болит кутикула. А я же ее не повредила. Сюда ты перчатку ложила. Все. Маникюр готов. Такой вот красивый. Кто просил, показала, отсчиталась. Все. Такая красота. Всем пока.